Сегодня утро в Одессе. Началось с обстрела мирного города. К радости и к счастью никто не пострадал. Я имею в виду не пострадал, нет тяжелых ранений. Есть легкое ранение жителей Одессы. Разрушенные дома, частные дома в частном севере. Это к тому, что наши враги говорят о том, что обстреливать мирные порталы, мирных жителей, мирный город они не будут. Я был там, на месте, куда прилетели снаряды. Мы поддержали людей, которые пострадали, хозяева этих строений. Одесская семья, которым чудом спаслась, под обстрелами успели забежать в подвал. Они уже не по сводкам, а воочию ощутили, что такое стрельба. Стрельба по нам из российских военно-морских кораблей. Так же сегодня с руководителем военной администрации мы посетили одну из больниц наших. Где убедились в том, что у нас сформирован запас медикаментов. Я пообщался с медицинским персоналом. Сначала в их действии работники, в основном это работники, это младший медперсонал. Есть порядка более 160 медицинских работников. Вынуждены были уволиться либо уехать. Но это те, только уехали те, у которых были такие очень сложные обстоятельства. Остальные все медицинские работники, старший, младший, средний медицинский персонал остается в строю и готов к выполнению своих обязанностей. Так же мы посетили раненых, которые находятся в этой больнице. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас мы провели разговор с мэром Констанци. Констанция поддерживает Одессу, это наш город-побратим. Мы проговорили с ними ряд важных вопросов, касаемых гуманитарной грузы. И у нас идет сегодня плотное конструктивное сотрудничество. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Я готова ответить на ваши вопросы. Так, сегодня это первый случай, когда вражие ракеты атаковали наш мирный сектор, цивильный сектор. Но у нас началось все понимание, что они целились в чем-то, как бы была какая-то такая цель выраженная. Дело в том, что рядом нет никаких военных объектов, поэтому это сложно сказать, что они промахнулись. Это значит, ошибка у них какая-то исчисляемая километрами или десятками километров. Или больше.